Президент Турции привел в качестве примера эффективной президентской системы управления фашистскую Германию, отстаивая расширение исполнительных полномочий главы государства. Опыт показал, что такое возможно. Мы видим это в гитлеровской Германии и других странах. Некоторые СМИ, освещавшие эту тему, не применули сравнить лицо Реджепта и П. Эрдогана с лицом Гитлера. Эрдоган намерен изменить конституцию Турции и превратить президента, выполняющего большей частью представительные функции, в главу исполнительной власти. Социальные сети вполне предсказуемо взорвались возмущенными комментариями. Некоторые пользователи сети Twitter назвали Эрдогана вторым Гитлером, заявив, что его правительственная система и без того уже напоминает нацистскую диктатуру. По словам профессора международных отношений Арабского университета в Бейруте Джамале Вакима, турецкое руководство не первый раз ссылается на Гитлера. Думаю, нынешнее правительство Турции не в первый раз выбирает образцом для подражания гитлеровскую Германию. Возможно, это в новинку международной аудитории, потому что Эрдоган обычно озвучивает такие мысли на местном уровне, а на международном впервые. Поэтому в мире все и удивились. Но для местной аудитории в его словах ничего нового нет. Как можно оценить недавние высказывания президента Турции Эрдогана, в которых он приводит гитлеровскую Германию как пример эффективной президиальной системы и его последующие оправдания пояснения, что его якобы не так поняли? Эти действия Эрдогана стоят наряду с его более ранним высказыванием, что если будут доказательства покупки нефти от ИГИЛ, то он идет с поста. В одном из предыдущих выпусков вопрос-ответ вы оценили это как попытку уйти, выскочить от ответственности. То есть это новейший трюк Эрдогана, который вписывается в эту стратегию? Почему же новейший? Нет, это не новейший трюк Эрдогана. Вообще здесь ведь ситуация какая. Турция по своей задумке должна была выполнить роль в 21 веке во многом аналогичную роли Германии 20 века, то есть Третьего рейха. Это вот примерный аналог. Именно примерный, а не полный. Но суть именно такова. То есть там, вот смотрите, о чем сейчас говорят все в Европе. Турция организовывает поток, все аналитики сходятся в этом. Турция организовывает поток иммигрантов, которые входят в Европу и начинают терроризировать Европу. Что примерно 75-80% всех прибывших так называемых иммигрантов это молодые люди призывного возраста. То есть это боеспособные боевички прибыли. Что женщин мало, по отношению к этому женщин мало, стариков практически не видно, детей не видно. А вот молодых парней очень и очень много. Вот этого именно призывного боевого возраста. То есть что должна была сделать Германия по задумке глобального предиктора? Германия должна была объединить Европу в единый управленческий кулак, свергнуть в России в Советском Союзе так называемую сталинскую диктатуру, советскую власть, поставить здесь троцкистов, после этого в результате естественной смерти Гитлера или же ускоренной, в том числе и за счет прямого устранения. Национальный социализм Германии должен быть ликвидирован, а сама Европа вкупе с Советским Союзом превратится в новый плавильный каток а-ля Соединенные Штаты, и здесь должно быть новое, порождено быть новое государство с новым народом, с новой культурой и с определенным уровнем потребления. Примерно та же роль и лежала на Турции, только у нее другая задача. Она должна была быть тем буфером, которое бы обеспечило приход так называемого ИГИЛ в Европу, обеспечить его тылы, как сейчас она обеспечивает тылы ИГИЛ в Сирии и в Ираке, фактически это турецкая армия же обеспечивает, обеспечить эти тылы после того, когда ИГИЛ сметет национальные государства, плохой ислам там укрепится, Иран, хороший ислам, заходит в Европу и устанавливает исламский халифат европейский. То есть другая задача, вернее немножко другая функциональная роль, но задача та же самая. И когда строили Турцию, он почему, он не первый раз о Гитлере говорит, но то, что является широко известным в Турции, мало известно является за пределами Турции, потому что об этом мало говорили. А в Турции он достаточно часто приводил Германию в качестве позитивного примера. И он здесь не сделал ничего, вопрос только в другом. Сейчас изменилось то положение, в которое он попал. И потому это высказывание, оно достаточно такое, знаете, ну как бы двусмысленное это заявление. Нельзя там сказать уж в полной мере, что вот он именно хвалил Гитлера. Он говорил несколько о другом, но это было истолковано таким образом в СМИ и было подано именно таким образом в общественности. А Эрдоган, да, он сейчас, в общем-то, понимает, что он вписался из-за своей жадности не в те процессы, что его ставили на другие процессы, что он должен был выполнить роль именно фюрера. Почему он об этом это и говорит? Роль фюрера в Турции, но он с этой ролью не справился. А за это он будет наказан. И он это понимает, поэтому надо выскочить каким-то образом. Но это как раз вот фюрер, это не попытка выскочить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова